Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – один из самых узнаваемых политиков России. Его жена не так известна широкой публике, хотя вместе с супруги уже более 20 лет. Лишь в 2015 году российским журналистам удалось впервые побеседовать с этой загадочной женщиной – Медней Кадыровой. Свою скрытность она объяснила традициями чеченского народа, которые предписывают ей заботиться о муже, хранить семейный очаг, воспитывать детей, а не выставлять личные отношения на показ. Рамзан Кадыров знал свою будущую жену с детства. Они оба жили в селении Центарой и учились в средней школе номер один, которая сейчас носит имя Ахмата Кадырова. Только Медни Мусаевна Айдамирова была на два года младше, она родилась 7 сентября 1978 года. Как и полагается скромной чеченской девушке, будущая супруга Кадырова в школьные годы думала только об учебе, а его неловкие попытки общения игнорировала. Встречаться Рамзан и Медни начали, когда им было 19 и 17 лет соответственно. Сначала, исходя из местных обычаев, девушка должна дать согласие на ухаживание при свидетелях. Затем на свиданиях ее сопровождает старшая родственница, следящая за поведением молодой пары. С Медни на встрече к будущему мужу ходила ее старшая замужняя сестра. По воспитаниям Кадырова к решению жениться его подтолкнул отец. Как раз в то время шла Первая Чеченская война, мужчины постоянно рисковали жизнью. И Ахмат Кадыров напомнил сыну, что создав семью, у него будет шанс оставить после себя потомство, ведь каждый день на войне мог стать для них последним. В 1996 году Медни приняла предложение Рамзама. После этого к ее отцу пришли сваты, чтобы получить разрешение на свадьбу. Едва поженившись, супруги Кадыровы были вынуждены расстаться, поскольку у Рамзама ждали военные дела. Первое время семейной жизни они виделись редко и даже не имели возможности постоянно общаться на расстоянии, поскольку мобильных телефонов тогда не было. В последний день 1998 года у супругов Кадыровых родился первенец – дочь Айшат. Затем с разницей в два года у нее появились еще три сестры – Карина 2000 года, Хадижат 2002 и Хутмат 2004. Первый наследник родился у семейной пары в 2005 году, уже после смерти Ахмата Кадырова. Мальчика назвали в честь погибшего деда. В 2006 и 2007 годах на свет появились его младшие братья – Зелимхан и Адам. Кроме того, в 2007 году Кадыровы усыновили двух сирот из детского приюта – братьев Доскаевых. В 2012 году у них родилась пятая дочь Ашура, а в 2015 – дочь Эйшат. Самый младший на данный момент член семьи – сын Абдуллах, который родился в октябре 2016 года. Такая огромная семья, безусловно, требует много внимания и сил. Большая часть забот о воспитании детей, решении бытовых проблем возложена на плечи Медни Мусаевны. Как образцовая чеченская жена, она рада помогать мужу, давая ему возможность полностью сосредоточиться на работе. Религиозные обычаи обязывают женщин носить закрытую одежду, платок на голове и не одобряют использование косметики. Однако наедине с мужем допустимы любые вольности. Кадыров признался в интервью, что жена любит для него красиво наряжаться, делать прическу, неброский макияж. В их отношениях есть и любовь, и нежность, просто восточное воспитание не позволяет выставлять эти моменты на всеобщее обозрение. Жена главы Чечни не стала отрицать, что в их семье тоже случаются размолвки. Но она старается первая идти на уступки. Не чужда ей и ревность по отношению к мужу, правда говорить ему об этом не позволяет воспитание. Скромность, смирение, преданность своему мужчине – главные добродетели чеченской женщины. Поэтому Медни Мусаевна спокойно относится к мысли, что Рамзам захочет когда-нибудь жениться и еще раз. Религия разрешает иметь четыре жены. Не желая оставаться безликой тенью известного супруга, Медни нашла себе дело по душе. В 2009 году она открыла собственный дом моды Фердаус, специализирующийся на создании национальных нарядов. Наученная с детства шитью женщина сама разрабатывала эскизы и придумывала новые коллекции, которые были высоко оценены за пределами Чеченской республики. Роберто Кавалли после показа новой коллекции искренне выразил свое восхищение элегантной сдержанностью и верностью традициям, которые особенно ярко подчеркнуты во всех нарядах, сделанных Медни и ее помощницами. Первой помощницей в бизнесе для Кадыровой является родная сестра Лаура. Они вместе разрабатывают дизайн одежды, украшений и аксессуаров. По достижению совершеннолетия старшая дочь Айшат тоже начала работать в доме мод, принадлежащем матери. Официально он не приносит большого дохода, но сама собственница не стремится зарабатывать таким образом деньги, поскольку не испытывает материальных трудностей. Дизайн и шитье являются для Медни возможностью прикоснуться к искусству и популяризовать обычаи и традиции чеченского народа при помощи национальных нарядов. Супруг поддерживает эксперименты женщины, не вмешиваясь в ее увлечения. Кроме основной деятельности Кадырова много времени тратит на благотворительность. Она является куратором фонда имени Ахмата Кадырова, под эгидой которого проходят культурные мероприятия и акции помощи гражданам страны, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Медни никогда не ассоциирует себя отдельно от семьи, всегда ставя на первое место заботу о муже и детях. В 2019 году у пары родился первый внук, которому молодая бабушка тоже уделяет время и заботу. Супруга главы республики крайне редко сопровождает его на общественных мероприятиях, не позволяет себе проявления своей нравия или непочтительности к старшим и называет Рамзана самым главным человеком в своей жизни.